16 марта 2020 года я переехала в Лондон по работе, и с тех пор прошло, мне кажется, полтора года. Мне хотелось поделиться с вами своим экспириенсом о том, как меня поменял Лондон за это время. Сразу хочу извиниться за шум. Радом со мной сидят очень громкие британские девочки, которые во всех красках обсуждают свою личную жизнь, поэтому если вдруг какие-то факты из их личной жизни окажутся на моем видео, я как бы тут не при делах. Извините, я очень долго искала место, где мне посидеть, где было бы тихо, но кажется, в центре Лондона это просто неосуществующее место, такого места нет. Это утопия. Утопия. Поэтому с чем, что есть, с тем мы работаем. Кажется, прямо надо мной кондёр. Что ж, давайте начнём с самых банальных вещей. Это какие привычки я переняла у англичан в общении. Теперь личные сообщения коллегам. Всегда начинаю с выяснения, как у кого дела, как кому погода, обменом новостями о жизни, политике, семье, отношениях, вообще всём, чём угодно. Это то, как они ведут диалог. Возможно, это считается в каком-то роде вежливостью. Но также, мне кажется, это просто делает отношения между людьми намного теплее. Отношения между коллегами теплее. Потому что мы привыкли, что коллеги, они там какие-то ходят на работе, люди непонятные. И мы так как-то бежим всё время от них, что ли. И я поняла, что сейчас, даже если я пишу каким-то знакомым старым, или официальные письма, ну, нет, не официальные письма, но, в общем, какие-то письма, да, я всегда спрашиваю сначала, как дела там, как жизнь. Если это знакомо, я сразу перед тем, как приступить к делу, я спрошу кучу всего, про как у них там, что в жизни происходит. И вот лично я раньше очень это не любила. Но я вернусь к этому вопросу чуть позже. Следующий факт очень забавный. Внезапно вместо британского акцента я стала нарочно, ну, как нарочно, не нарочно усилять русский. И я не шучу. Почему-то, когда ты говоришь русским акцентом, то ли тебя уважают сразу больше, то ли просто боятся, то ли что, но это всегда очень такое... Это всегда какая-то интересная реакция, во-первых. А во-вторых, ты как-то чувствуешь, откуда ты, что ли, больше. По крайней мере, я не сильно пушу это, но если раньше, допустим, в разговоре что-то такое проскакивало, и я, допустим, начинала об этом переживать, шумные девочки ушли, то... Это было лирическое отступление. То сейчас... Вообще всё равно. Типа проскакнул где-то русский акцент. Супер, хорошо. Нет? Тоже здорово. Отчасти это произошло, как мне кажется, потому что в нашей компании, да и в целом в Лондоне, люди просто со всего света, и никогда, ни разу я не встречала вообще никакие разговоры за акценты. Наоборот, люди видят, допустим, откуда ты, или вообще просто никто не обращает на это внимание. Абсолютно. Это ничего не значит. Главное, какую мысль ты доносишь. Вот. Хотя был у нас на работе один француз, который... который просто очень плохо говорил по-английски, я не могла понять, что он говорит. Я просто не могла понять, и мне было очень жаль директора проекта, начальника проекта, который должен был отвечать ему, и что-то спрашивать, и с ним как-то контактировать при всех. Потому что то, что говорил этот чел, я ни слова не понимала из-за его ломаного английского, и я думала, о боже, как сейчас будет кринжов, если начальник тоже ни слова не понял. Вот. Ну, либо он делал вид, что понял, либо, я не знаю. Но это было смешно. Так вот, даже этого чувака все любили. Почему? Потому что он был офигенным специалистом. Всё. Никому не важно, как ты там плохо произносишь слова. Фан-фэкт. Я, короче, абсолютно не связывала этот микрофакт с этим видео, но внезапно осознала, что теперь я пью чай. И я совершенно не связываю этот факт с переездом в Лондон тоже. Это просто совпадение. Честно, я не знаю, как это произошло. Просто, ну, кто меня знает, они знают, что я просто маньяк по кофе. Ну, как маньяк, я просто люблю пить с утра кофе. И я всегда любила кофе и никогда не пила чай. И сейчас, как вы думаете, я пью чай. Но на самом деле здесь всё намного проще. У меня есть некоторые проблемы с тревожностью, и когда я начала с ними бороться, я приняла решение перестать пить кофе. Потому что кофе немножечко дестабилизирует нервную систему, а мне это сейчас не нужно. Вот. Но просто забавно, что это произошло именно в Лондоне. А, ну да, а когда я перестала пить кофе, ну, надо же что-то пить, блин, по утрам-то, ну. Ну, или просто иногда там, в перерывах. Вот. Ну, чё мне есть? Чай. Вот оно и случилось. Следующий факт немного грустный. Я осознала крутость смены сезонов в России. Мне не хватает этого. Мне не хватает вот этого ностальгического осеннего запаха, когда всё такое мокрое и пахнет, всё укутано в золотых листьях. Мне не хватает морозного, свежего воздуха, зимнего, такого, знаете, колючего, такого свежего-свежего, прям холодного, и ты выходишь, тебя прям ударяет, как сосулькой в нос, я не знаю. Мне не хватает вот этой вот атмосферы тишины, падающего снега, знаете, когда зимой не очень холодно, ну так, минус 15, и падает медленно снег, и как бы я не в шумном месте жила, и я помню вот это вот ощущение, что не очень шумно, и плюс из-за того, что очень снежно и падает снег, он изолирует все звуки, он их поглощает, и всё становится ещё тише, и это такая тишина, и ты только слышишь, как падает снег, когда он падает, это просто нереальное что-то, и слышишь, например, как он хрустит под ногами, а в лесу вот этот снежный ночной лес просто нечто, мне не хватает пения стрижей по утрам и вечерам, я поняла, что здесь весь год всё одинаковое, ну, да, летом, вероятно, чуточку жарче, чем зимой, но не сильно, ну так, ну, бывает пару жарких дней, но все запахи практически всегда одинаковые, и всё, что в них перемешивается, это, а, возможно, запах цветения деревьев где-то весной, чуть-чуть сладкого аромата добавляет, и это прикольно, это очень классно, и два, это запах травы, травы, не зелёные, которые растёт, а которые курят, ребята, всякие, вот они проходят, и пахнут, и это везде, я не знала раньше, как пахнет травка, не знала, я, когда мне начали говорить, о, чувствуешь, я такая, нет, что, я только через полгода поняла, начала различать этот запах, следующий пункт, я остепенилась в своём самовыражении, что ли, я перестала красить волосы и носить принтованную одежду, такую аляпичную, разноцветную, я помню, я красила волосы, начиная с 16 лет где-то, мне было скучно, и очень хотелось выделяться среди вот этого серого уныния Новосибирска, и сколько себя помню, большую часть времени я проходила рыжий, я красилась в рыжий, это был от рыжего до красного, всякие там разные цвета и амбре и так далее, и так далее, и я очень много носила всякую яркую одежду с принтами, прикол в том, что я приходила в магазин и я не смотрела, какая одежда будет сочетаться, смотреться как-то, я просто видела принт, принт меня привлекал, мне он нравился, я покупала, вот это была моя логика большую часть жизни, по итогу, у меня как будто было нечего носить, потому что все, что я могла надеть, это все эти принты, я ходила, блин, как ходячий принт какой-то, ну, мне это так кажется, может, это все и не так было, вот, а оказавшись в Рондоне, я почувствовала сразу несколько вещей, первое, это насколько всем вообще плевать, как ты выглядишь, никого, ничем не удивить, абсолютно ничем, вообще ничем, все просто хотят быть счастливыми и заниматься своей жизнью, все, всем все равно на себя, и второе, это я внезапно осознала ценность своих русских корней, своей национальности и так далее, и так далее, я не знаю, почему и как, но я почувствовала, что во мне проснулась какая-то гордость за то, откуда я и кем я являюсь, не ожидала, не думала об этом вообще никогда, следующий пункт, мне внезапно проснулся интерес к искусству, я художником работаю, digital, для игр, и я знаю всяких разных художников, очень-очень поверхностно, но мне захотелось начать изучать этот вопрос поглудже, возможно, это все произошло из-за обилия прекрасного вокруг, то ли музеи и выставки на меня так повлияли, а может, просто подросла, не знаю. Следующий пункт очень социальный. Всю жизнь я была человеком, который ненавидел общаться с незнакомыми людьми и практически просто с людьми в целом. Мне всегда хотелось, чтобы, знаете, разговоры были максимально кроткими и по делу. Типа, у меня всегда вот эта вот мысль, какая тебе разница, как у меня дела, говори уже, что хотел. Вот такой образ мышления был. И плюс я относилась ко всем с ужасным подозрением. В Лондоне я поняла всю прелесть разговоров ни о чем и обо всем с людьми, которых ты совершенно не знаешь. Я поняла, что да, всем плевать на тебя, на твои дела, и что там у тебя вообще типа в жизни, куда, чего, но вот этот вот смолток, он как раз и делает общение с непонятными, неизвестными людьми в разы приятнее. Ведь по итогу ты как будто и не по работе что-то выяснял, а просто мимо пообщался о чем-то интересном. Потренировал язык, возможно, узнал какие-то новости. Я не знаю, следующий пункт это очень странный пункт, и он вряд ли про то, как на меня повлиял Лондон, но пусть будет все-таки это мое сугубо личное мнение видео и так далее. Почему бы и нет? Хочу, хочу и говорю об этом. Вот, короче, поскольку среди моих друзей круга общения практически все люди либо какие-то эмигранты из других стран, либо англоговорящие, мы много обсуждаем иностранные языки, плюс я сама люблю иностранные языки, и учу их постоянно в жизни. И я поняла такую особенность. Смотрите, вот, например, в норвежском есть классные три буквы. В скандинавских языках есть очень много классных букв с такими перечеркнутыми штучками, точечками, палочками, короче, классные необычные буквы, которых мы редко видим и у которых возможно интересные произношения. И мне всегда привлекало изучать языки, в которых есть вот эти интересные звуки, интересные символы. Кстати, это причина, по которой мне не интересен итальянский, испанский и вот эти языки, потому что в них все звуки мне знакомы, нет ничего необычного в этих звуках для меня. А вот, например, когда я учила норвежский, я прям кайфовала, что там есть такая классная звука в кайфовале, она так клево звучит, ух, вот. И потом я подумала, блин, вот что у нас в русском нету классных букв с там палочками, точечками, а потом такая, подождите, но у нас же есть буквы Ё с двумя точечками, только мы её игнорируем. И я такая, я такая, блин, ну реально, мы просто не пишем букву Ё. Ребята, мы чё, пишите букву Ё. Я призываю всех писать букву Ё, это классно, у нас есть классная буква с двумя точечками, не такая, как все, а мы просто пренебрегаем ей. Хорошо, что мы и кратко, и не пренебрегаем, но в целом, это, кстати, очень забавный факт, у меня есть подруга Марина, которая с федитами волосами, она учит русский язык, она испанка, и она просто очень смеётся с факта, что ты реально, ты читаешь какие-то предложения, и там не стоит буква Ё, и ты читаешь, ну она читает как Е, а правильно читать как Ё, мы-то просто знаем в голове, что это за слово и так далее, для нас это типа, ну вообще, мы об этом не задумываемся, а те, кто учат, для них это, короче, призываю всех объединяться в моей партии буковки Ё и голосовать за меня на выбор, так, хочется немножечко развернуть пункт один, который я упоминала прежде, исследуя мир и наблюдая за людьми, я осознала, насколько всем плевать на тебя, и это откликнулось во мне желание узнавать себя и узнавать, что на самом деле мне интересно, то есть это не стало для меня, знаете, какой-то такой депрессивной мыслью а-ля, о боже, всем всё равно, все такие лицемеры, нет, я просто поняла вдруг, что очень много вещей я делала для получения определенной реакции, для получения определенного признания, для, знаете, вот это какие-то микроманипуляции, которые ты, вероятно, даже не осознаешь, ты делаешь, ты просто как бы ты выживаешь, и когда ты попадаешь в среду, в которой среду, в среду, в общем, ты попадаешь в окружение, в котором всем на самом деле всё равно какой-то и даже если ты вдруг скажешь что-то про себя мега необычное, все такие ну, то есть они даже ничего не сделают, они даже не делают хм, они просто скажут о, клёво, и дальше будут говорить о том, о чём все говорили. Так вот, когда ты попадаешь в такое окружение, ты такой а нравится ли мне это на самом деле, а любил ли я это на самом деле, и ты понимаешь, как много вещей ты делал ну, по каким-то причинам, но не потому, что ты прям реально очень хотел это делать, это мозговыносительный экспириенс, потому что я была уверена в некоторых вещах, что это было моё, моё, мои интересы и так далее. Возможно, в каком-то мере это были мои интересы, но вот опять-таки я начала их пересматривать, и я научилась избавляться от людей, которым приходится доказывать, что я хорошая. И я научилась не тех, кому и доказывать ничего не нужно, для кого я и так всегда хорошая. И всем настолько плевать, что сделай ты уже то, что хочешь. сделай. Если ты всё не делаешь что-то, потому что думаешь, а как это зайдёт, не зайдёт, а что скажут, ой, какая будет реакция, а вдруг там будет не такая реакция, как я ожидаю, то всем плевать. Все заняты своим, всем вообще всё равно. Сделай, забудь, не жди реакции, иди дальше, делай следующие дела. просто сделай то, что ты хотел сделать, иди дальше. Реакция всё равно будет такая, как ты ожидал, не такая, как ты ожидал, не будет, будет. Так что просто сделай и иди дальше. Ещё такой микропунктик, это немножко забавно, что я постоянно перехожу без светофора, ну, то есть на красный, грубо говоря. и я знаю, что в России, меня несколько раз штрафовали в России за переход на красный, блин, там в неположенном месте и так далее. А в Лондоне это культура. Знаете, почему? Потому что в каждом светофоре есть кнопочка, которую ты должен нажать и потом ждать полчаса, пока загорится зелёный. Соответственно, если ты будешь так идти, передвигаться по Лондону, нажимая все светофоры, ты никогда не дойдёшь до туда, куда тебе надо дойти. Поэтому все просто смотрят по сторонам, перебегают. Плюс, пойми сильно правильно, в Лондоне немножечко более, забыло слово, безопасные дороги, потому что там есть островки для пешеходов, на которые ты можешь перебежать и там постоять. Вот, в России, в Москве это, вероятно, где-то есть, но по регионам это очень редкая штука. Вы смотрели видео Варламова, я уверена, и его крики на эту тему. Вот, в общем, да, я привыкла теперь переходить без светофоров, так что мне нужно быть аккуратнее, если, когда я поеду в Россию к семье. мне задали вопрос, было бы интересно узнать, какой опыт тебе показался ближе, жизнь в большом городе или в небольшом, как Калининград, например. И вот, что я поняла, не очень мне жизнь в большом городе. Начать с того, что я не гуляю по вечерам, я очень люблю, но я не могу, я боюсь, мне страшно. Вокруг полно каких-то странных людей, мне кажется, это в принципе про любой столичный город, можно так сказать. И еще очень шумно, ну, это логично, пункт, который меня больше всего выводит и просто в нервотрапку выводит в какую-то скорую, вот эти большие фургончики скорых, которые едут по дороге, ты идешь, у меня просто постоянная ситуация, я иду, рядом со мной равняется скорая, и как только она равняется со мной, она включит сирену и как заорет просто next-ами, и я просто подпрыгиваю на месте, отлетаю, и у меня сердце бежно колотится, и просто я потом такая, боже, как же стыдно и страшно, и я не понимаю, мне кажется, у водителей скорых это какое-то развлечение, знаете, типа, кто больше, блин, людей поперепугает, вот реально, нафига он включает сирену именно, когда я рядом, ну, это, конечно, не так, но вот была у меня несколько раз такая ситуация, это было очень неприятно, вот, но при этом жить в маленьком городе тоже, совсем маленьком, тоже немножко, наверное, не то, потому что я люблю, мне интересно ходить по музеям, мне интересны какие-то тусичи периодически, но при этом мне хочется тишины и спокойствия также, поэтому я думаю, что мне нужно попробовать средний вариант, это какой-то небольшой город рядом с большим городом, но будем исследовать дальше. На этом мой скромный список кажется закончен, я призываю всех выходить за рамки комфорта, идти туда, где новое, непонятное, не бояться и искать челленджи, потому что в дискомфорте мы растем, а так желаю всем не хворать, не болеть в этот осенний период и увидимся в следующем видео, пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok, Субтитры сделал DimaTorzok